Знаете, что значит условия, могут ли они быть лучше? Был пакет, который был предложен Антонио Гутеррешем, генеральным представителем ООН. Все условия обеих частей этого пакета хорошо известны. И украинская часть этого пакета реализовывалась. И сейчас уже всем давно понятно, что она превратилась, украинская часть этого пакета, в коммерческий проект. Меньше 3%, об этом не раз говорили, из общих объемов зерна, которые вывозят из украинских портов, идет в страны, которые находятся в списке Всемирной продовольственной организации. Беднейшие, нуждающиеся страны. Собственно, те страны, ради которых Антонио Гутерреш и продвигал год назад свою инициативу, и которая в итоге была одобрена. Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН и от генерального секретариата его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия и стараются, и вот будем двигаться еще быстрее и еще эффективнее. Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще. Поэтому, как можно что-то несуществующее улучшать, я не знаю. Что касается наших экспортных возможностей, ну вот совсем недавно были опубликованы прогнозы рынка зерновых, рынка продовольствия, в которых прогнозируется уверенный рост нашего экспорта, об этом говорили и наш президент, и наши руководители Министерства сельского хозяйства. Мы зерно продаем, как продавали, так и продаем, выполняем все без исключения свои обязательства. Сегодня говорили о том, что мы готовы удовлетворять все потребности, включая дополнительные потребности наших арабских партнеров. Для этого нет никаких препятствий.